всем привет сегодня порисуем несколько дизайнов понадобится акварель перламутровая вода кисть стандартный набор у меня вот такая кисточка салфетка сухая ну и акварель обычная наводим краску добавляем водичку перламутровая она такая сухая краска в нее надо водички побольше и подождать какое-то время и делаем вот такие разводы это мы создаем фон под дизайн дальше берем голубым здесь уже знаете так каляка маляка получается то есть как как вам вот будет душе угодно так можно и распределять эти краски главное чтобы у нас был цветной фон такой размытый непонятный и золотой краски в камеру как-то грязно это все смотрится на самом деле перламутровым вода высыхает остается перламутр и очень красиво получается так дожидаемся высыхания перекрываем матовым топом обязательно потому что мы же уже матовую поверхность получается все зарисовали и нам нужно снова матовая поверхность теперь делаем красочкой у меня фиолетовая насыщенным цветом такой насыщенной концентрации делаем под малевочки вот такие под цветы а теперь водичкой размываем то есть делаем лепесточки здесь мне слишком жирно потому что на кисточке оставалась краска здесь уже будут понежнее лепесточки желательно если топ у вас такой что сразу впитывает топ еще матовый знаете бывает тоже разный на каком-то топе хорошо размывается на каком-то сразу впиталась краска и все и вы уже ее размыть не можете вот в этом случае у меня сейчас топ у на и здесь бывает такой момент если я допустим сразу этот лепесток не размыла то уже у меня начинается вот эта проблема что плохо вот видите схватился все тем не менее нам главное создать что-то похожее на цветок то есть такая композиция из цветочков идет тоже также размываем водой не сказала сразу что у меня когда первое то есть и белую типсу я показал у меня просто белый гель-лак и матовым топом перекрытый либо можете просто забафить поверхность но обязательно она должна быть под акварельные рисунки обязательно должна быть матовая поверхность не глянцевой ни в коем случае так и черной красочкой тоже тонкой кистью здесь я уже рисую такое подобие веточки как будто цветы у нас идут на ветке тут тоже под листочки делаем такие треугольнички заготовки размываем водой на кисточке совсем чуть-чуть водички должно быть то есть просто вот сполоснули обтерли немножко салфетку то есть чтоб вода не капала и просто вот этим количеством которое остается на кисти мы размываем и получаются у нас вот такие лепесточки не надо создавать прям контуры такие акварель она должна быть легкой воздушной где-то даже такое вот впечатление что нужно угадать что это то есть должно быть подобие цветков вот как в этот момент у нас получилось но они не четкие они вот именно воздушность это какая то есть в них перекрываем топом то есть я поставила блестящую гель краску высушила теперь перекрыла топом глянцевым и под глянцевым топом просвечивается у нас перламутр для следующего дизайна слов снова белый тип секс матовым топом здесь уже я рисую светло-зеленой краской такой салатовый лепесточки вот такие легкие нежные воздушные три лепесточки с этой стороны и 3 другой стороны и также размываем создаем такое нечеткое очертание но в то же время чтобы это было похоже на лепесток и нежные летящие края в воздухе теперь дождались полного высыхания ставим теперь у меня краска здесь морской волны либо бирюза вот что-то такое сине-зеленая какая-то вот она интересное сочетание когда смешивается разные цвета в каком-то цветке какой-то композиции применяются разные оттенки получается такой интересный эффект здесь делаем два лепесточка тоже также размываем лишнюю воду убираем если где-то остается дожидаемся полного просыхания и снова делаем такой интересный то есть набираем черную краску на кисть и вот так вот надо конечно ноготком в перчатке это неудобно дело делаем разбрызгивание такое снова берем гель-краску ставим в середину блёсточки можно поставить стразики можно просто белые точки сделать сушим в лампе именно гель-краску перекрываем топом в моем случае матовый топ от матовый мне этот дизайн нравится больше берем черную гель-краску меня от манами и рисуем такое что-то типа вензеля не вензеля ну такие вот летящие веточки назовем так усики такие цветочка как будто отходят и снизу я уже такой дизайн рисовала у себя в свой альбомчик с дизайнами просто не снимала я как-то люблю сама у тебя до вечером сижу рисую вдохновение какое-то где-то увидела какую-то картинку в интернете нарисовала где-то сама и у меня этот дизайн уже две или три клиентки просили себе на ногти то есть очень понравился он здесь может быть немножко не такой он получается никогда нельзя повторить вот точь-в-точь тот дизайн который и все сушим в лампе и дизайн у нас готов для следующего дизайна снова берем типсик белый красная краска у меня краплак называется она она такая малиново-красная какая-то здесь мы будем рисовать воздушные цветы посмотрите делаем лужицу то есть краску делаем не концентрированную а именно разбавляем водой для для нужного цвета ставим вот такую лужицу подобие лепесточка здесь уже другая техника поэтому тут внимательней вытираем кисть о салфетку и вот эту всю влажность собираем и снова рисуем остается у нас пятнышко в форме лепесточка вот смотрите лужица получилось теперь мы кисточкой хоп собрали всю эту жидкость рисуем следующий аккуратно надо действовать чтобы они не слились эти лепесточки так и снова хоп и собрали все так она легко это все интересно делается обязательно ждем просушки чтобы высохла рисуем пока следующий цветочек снизу тоже такие лужица можно даже подождать чуть-чуть чтобы она хорошо прям впиталась в топ матовый то есть в эту поверхность типсы так и рядышком еще один такой именно краску разводим с водичкой нужного цвета все дождались мы следующие теперь у нас срок снова тут размешала я и вот этой водичкой мы рисуем такую лужицу лепесток уже поверх тех листьев лепесточков и видите как получается через него просвечивается предыдущий предыдущие лепесточки вот так все собираем краску и здесь тоже такой же лепесточек у нас очень хорошая вот эта мне техника нравится даже больше чем когда мы размываем здесь реально получается лист летящие такие воздушные лепесточки так и здесь еще один мы забыли нарисовать вот так вот тоже вот этой повозюкали получается пятнышко остается и цветочек готов и здесь тоже так же стараемся сильно не возюкать кистью то есть вот поверх вот эту водичку погоняли туда-сюда но не не трем как бы там снизу по дну не ел озим кистью чтобы не дай бог не размазать предыдущие лепестки хотя они конечно никуда уже не денутся ну мало ли и снова у меня золотая краска серебряная мы ставим тоже такие серединочки можно чуть-чуть как сказать как легкий градиент сделать то есть накидать на лепесточки эти блёсточки здесь у меня чуть-чуть вылезла но тоже вот так вот то есть не просто вот поставили точку и все высушили в лампе берем гель паутинку здесь я немножко с кадра ушла просто поближе надо я надеюсь видно и делаем тонкую тонкую паутинку просто вот через цветки через центр цветков можно было сначала сделать паутинку потом но потом бы у нас не получилось нарисовать сушим в лампе и гель краской дотсом ставим точечки у меня получились жирные конечно точки мне не понравилось но уже стирать я не стала стирать тут опасно потому что у нас еще цветок ничем не перекрыт и если бы мы сейчас начали вот это все стирать спиртом то у нас бы все размазалась высушили в лампе перекрыли топом и вот такой дизайн готов следующий дизайн у нас такой получается более осенний но тем не менее покажу тоже делаем размытый фон такой осенний прям знаете вот осеннее небо вот природа сразу краски осени зеленым золотым короче тоже также по накидали разных цветов оттенков красненьким добавили то есть все краски осенью акварельные вот этих акварельные перламутровые краски они интересные они когда от их ставишь они так как грязь какая-то докажется а потом высыхает вода остается именно перламутр и это очень красиво смотрится перекрываем матовым топом теперь и рисуем веточки 1 сверху веточка идет 1 снизу делаю от веточек еще такие вот ответвление для листиков тоже очень простой дизайн я думаю вот даже не к осени можно сделать такой же ну допустим фон другой выбрать и цвет листиков возможно другой я взяла оранжевый то есть как если как осенний дизайн то есть такие оранжевые листики будут ставим тоже под малевки и размываем теперь водичкой даем форму листиков тут я думаю это самый вообще простой дизайн получается можно взять перламутровый я уже позже догадалась думаю надо было мне добавить или в краску перламутровый какой-то цвет или вот эти листики как-то смешать либо просто перламутром нарисовать а здесь у нас зеленые то есть они еще не успели у нас тут пожелтеть еще зеленые листья такой же дизайн можно сделать и летним то есть если именно зеленые листики применять фон более веселенький сделать может какой-то надпись где-то прилепить наклейку тут я думаю понятно высыхает и мы перекрываем глянца почему глянцем потому что перламутра он через глянец лучше смотрится и вот такой получается у нас дизайн не знаю как вам передать как этот перламутр который в фоне переливается очень красиво он смотрится снизу и вот такие дизайны у нас получились легкие нежные если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам хорошего и до новых встреч